Казалось бы, сколько вокруг леса, гуляя не хочу, но тяжело куда-то подъехать. Везде стоят шлагбаумы, перекопана дорога, чтобы люди не заезжали в лес, потому что очень опасно, допустим, если здесь будут разжигать костры и могут быть пожары. Поэтому оставляем машину около дороги и идем гулять пешком. Это единственный вариант для прогулки в южных лесах. Мы совсем близко находимся с Анапой, потому что ее здесь уже видно. Решили исследовать эти места, погулять в прекрасный тёплый, солнечный, осенний день. Ну это лесонасаждение всё-таки. Они все так прям ровненько-ровненько высажены. Сосны. Шишек много под ногами. Красота какая. Как на ладони всё. И море видно, и поселки внизу, гайкадзор. И по-моему, бужор называется внизу. Здесь такие ещё леса, что можно даже собирать грибы. Здесь, видимо, раньше на поле были виноградники. Сейчас они старые, практически засохшие. Единственное, что листики торчат и всё. Здесь очень много боярышника, очень много шиповника. И мы даже увидели, что люди приезжают с ведрами и что-то собирают. Наше предположение, что собирают шиповник, чтобы заваривать чай. Либо ищут какие-то, может быть, травы полевые, чтобы тоже делать лекарственный настой какой-то. Здесь тихо, спокойно. Это именно то, чего хочется погулять. Именно по лесу. Но видом ты не перестаёшь удивляться. Это самый ближайший от нас лес. Если чуть-чуть подальше, то это уже район Новороссийска. Но сегодня решили ездить сюда. Сразу видно деревца, которые были высажены. Но рядом вот такие маленькие растут. Это те, которые уже, видимо, от семечки как-то выросли. Здесь, конечно, всё зарастает очень стремительно и быстро. Зато цветы есть, травы. О, кстати, даже кизил какой-то старый. Только человек, который долго прожил в степной местности на юге, поймёт, как скучаешь по лесу, как скучаешь по соснам, как скучаешь по грибам. Вот этого не хватает. Поэтому нас тянет, тянет исследовать леса. Ещё мы взяли с собой покрывало, чтобы можно было, например, расстелить, полежать на солнышке, погреться. Так что, если захотим, можем устроить себе небольшой пикничок. Чай мы также взяли с собой в термосе. Ой, это что? Это что, кизил? Это кизил? Это столько кизила? Да, это кизил. Ещё он спелый. Вот он. Как-то кизила здесь много. Прямо деревца такие низкие. Кустики просто. Ооо, вот это красота. Вообще. Здесь он ещё никем не высоберан. Деревья уже сразу покрылись другими красками, да? Уже осенними. Как ты думаешь, какие здесь грибы будут? Синявки? Маслята? Маслята? Красноголовик. Ооо. Ну, слушай, кизила много прям вообще усыпано. И тропы именно туда ведут. Значит, люди здесь кизил собирают. Очень много, очень много кизила. Прям. Причём удобно собирать. Вообще. Столько кизила. Удивительно просто. Главное, кусы такие низкие. Можно хоть пройти в лес. Ооо. Но это уже другое дело. Хвойный лес. Уже удобно ходить. Да. Волнушка? Может быть. Угу.